Здравствуйте! Меня зовут Янина Соколова и я сразу хочу предупредить. Это я родила на избирательном участке. Это я клонировала себя 2571 раз и проголосовала за Насирова. Это я обняла Юлю и сказала «Повезет в любви». Ну что, познакомились? Сегодня у нас очередной спецвыпуск. Выборы президента Украины 2019. Хочу всех нас поздравить. Прогнозы россиян по поводу победителей первого тура не сбылись. Кто там пришел? Пришел подонок, который отправлял деньги в АТО, который кричал матом на Путина, за которым стоит Коломойский. Тимошенко, который крови по локоть, который призвал убивать жителей Донбасса. Порошенко, на котором кровь 10 тысяч донбасских жителей. Нет там никого, с кем Россия может вести переговоры. Нацисты и их спонсоры. Самое приятное, что эти выборы доказали, что Соловьевы, Скобеевы, Поповы, Путины и Киселевы пиздуны. Вы пять лет рассказывали, что в Украине фашистская хунта, по улицам маршируют толпы карателей, а за инакомыслие распинают в трусиках. Но на выборах лидер хунты набирает меньше голосов, чем оппозиция. Вы настолько заврались, что вашими носами можно прямо из Москвы ловить крабов на Камчатке и нюхать аргентинский кокаин. Даже ваш любимый Бойко набрал 12%. Россияне Вы понимаете, за каких болванов они вас держат? Сейчас они со всех каналов вещают, что выборы ни в коем случае нельзя признавать. Что они все равно сфальсифицированы. Дальше будет только хуже. Порошенко теперь позволено многое. Запад, который заметил, но проглотил все нарушения, по сути развязал ему руки. И он вам это говорит серьезным лицом, абсолютно точно зная результаты. И зная, что данные Центральной избирательной комиссии совпали со всеми экзитполами. Даже с теми, которые проводили оппозиционные кандидаты. Вот чувствуете сейчас запах, а? А я чувствую. Пахнет наебкой. Как оно, а? Когда в телевизоре одно, а в жизни другое. При всем уважении к демократии в Украине, что это своего рода такой договорничок. И Петро Алексеевич просто выбрал себе ко второму туру кандидата, с которым попроще. Попроще, чем с Тимошенко, гораздо проще, чем с Бойко. Ну конечно, конечно, оно именно так и работает. Захотелось вам попить холодной колы. Вы берете бутылочку и вместо того, чтобы выпить, берете и бросаете ее, ну так, метров 15 от себя. А потом идете в противоположную сторону. Как вам многоходовочка, а? Это же реальная многоходовочка. 53 миллиона шагов вокруг Земли пройти, чтобы попить колу. А дальше началось самое интересное. Пиздоболы начали сыпать фактами. Также БДИПЧ. Также БДИПЧ. Отметили использование действующей власти, финансовое стимулирование избирателей, в том числе предоставление дополнительных социальных выплат, премии повышения зарплаты. Это тот самый случай, когда в ухо влетает БДИПЧ, а изо рта вылетает ДИЧ. ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека официально признали результаты выборов и назвали их демократическими. Несмотря на высказанные опасения, день выборов был проведен. Прекрасно. Украинский народ заслуживает похвалу. Несмотря на некоторые мелочные вопросы и сложности, в основном результаты были подтверждены. И хочу, чтобы они были приняты всеми. Хотя, чему я удивляюсь, Владимир Рудольфович уже давно превратился в завод по переработке информации в говно. В главной миссии Канадому Ллойд Аскуорти, как наблюдатели канадской миссии, так и лица, работающие с ВПЛ, внутренне перемещенные лица, оценили, что по меньшей мере 50% перемещенных лиц не знали о том, что имеют право голоса на выборах, либо о том, какая процедура временная адреса голосования. Канадец Ллойд Аксуорти в своей жизни говорил много разных слов. Например, не каждый пеликан долетит до середины Онтарио. Канадец Бибера породил, канадец Бибера и убьет. Меня кленовым сиропом не корми, дай дерево порубить. Рейнджерс Параша, победа будет наша. Техасец родился, квебекец заплакал. Майкл Щур, верни книжку в библиотеку. Но конкретно по украинским выборам Ллойд высказался вот так. Что мы хотим сказать, basically, is that based on the observations, discussions, exchanges, the elections were very fair, met international standards for democratic elections, and should generate confidence in the voters, according to these assessments. It's obviously likely that there'll be a second round of elections, and then will be parametri elections in the fall. I think this first round was able to provide a very strong base and foundation, on which those future elections can be held. Кость! А? Как называется секс с ухом? Ота ларингофилия! Спасибо! Продолжаем акт ота ларингофилии. Итальянские политики и французские политики говорят о том, что выборы грязные, не демократичные, не прозрачные. А что же это за итальянские политики? Хм, интересно. Есть один единственный, зовут Маурицио Мороне. Воевал на стороне ДНР. Ну и как принято у всех наследников, которых деды воевали, по совместительству известный итальянский неофашист. В общем, наши выборы нельзя признавать, потому что их не признают фашисты. Почему вы действительно до выборов предлагаете депутатам и, собственно говоря, российской власти всей не признавать итоги этих выборов? Потому что все факты свидетельствуют о том, что выборы будут проведены в ненормальной обстановке. Ну да, да, конечно. У нас ненормальная обстановка. 39 кандидатов, они, как у всех нормальных, один. Никто почему-то не набрал 86%. Главных конкурентов на выборы допустили, они сослали агитировать барсаков в Якутии. Абсолютно ненормальная. Я вас понимаю. Вот другое дело в дружественном Казахстане. Как же там хорошо смена власти прошла. Вот человек ушел, а в честь него столицу переименовали. Столица Казахстана должна носить имя Назарбаева и называться Нур-Султан в честь Елбасы, пожизненного руководителя государства. Именно такой пост будет занимать Назарбаев. Может, и у нас так Порошенко уйдет с поста, а Киев переименуют в Петроград. Зеленский проиграет во втором туре и Кривой Рог переименуют в Сваты. И запретят. Вот это нормальная обстановка, да? Или все-таки нормально, что у людей на выборах не отобрали голоса, и каждый смог проголосовать, как хотел. Мне кажется, уже только этим мы можем гордиться. А если вы не признаете наши выборы, что же нам тогда делать? Янина, русские отказались признавать результаты наших выборов! А ты че не видишь, что мне похуй? Если вы тоже так думаете, съешьте банан и выложите фото или видео на странице вечера в Facebook. Зачем? Просто это будет не менее важное событие, нежели признание или непризнание России наших выборов. Жду ваши бананчики с хэштегом «Мне похуй 2019». Алло. Алло, Роман? Добрый день, да. Это Янина Соколова вас беспокоит? Я узнал, я увидел вас на экране. Как вы вообще, Роман? Слава богу, спасибо большое, рад вашему звонку. Я тоже. Потом мы тогда как-то не встретились, и я себя чувствовал неудобно. У меня тогда реально форс-мажор был, когда мы не встретились. Да, я помню. Я грустила. А? Я грустила тогда. Но сейчас я грущу... Я поняла. Но сейчас я грущу еще больше, потому что настроения просто нет, я возмущена и просто плакать хочется. Чего? Алло. Выборы сфальсифицированы. Насколько сильно? Ну вы сражались как лев просто. Вы ноздря в ноздрю с деревянка. Когда мы увидимся на чай или на кофе, я все-таки хочу с вами лично поэта, чтобы мы встретились, потому что у меня вот все-таки такая интересная тема для разговора была. Мы ее еще не реализовали. Не реализовали? Угу. Ну а вы мне скажите, вот собираетесь суд подавать либо каким-то образом предпринимать что-то? Знаете, первая эмоция была «да», а вторая эмоция была подождать пару дней, посмотреть, что будет происходить, а потом принять решение. Ну, по мнению независимых экспертов, у вас там украли, ну, как минимум, четыре голоса. Честно. Потому что вся команда вечера голосовала за вас. Почему издеваюсь? Вы не верите в то, что у вас есть поклонники? Верю. Ну вот. Поэтому я считаю, что надо подавать в суд. А вы как? Я думаю, за что-то большее я был бы готов. Хотя четыре голоса, это, наверное, тоже важно. Ну, конечно, важно. Каждый голос важен. Ну, примем решение. Ладно. Ну, а члены вашей семьи, они все проголосовали? Конечно. Надеюсь. Надеюсь. Когда спросили, я задумался. Вот-вот проверьте, проверьте. Потому что, когда мы были на 51-м участке, там пес ваш не голосовал. Вернее, не за вас голосовал, а за деревянка. Вот, кстати. Не может быть. Ну, если... Смотрите, если хотите, мы можем, в принципе, создать какой-то Майдан. У меня есть палатка двухместная. Будем с вами страйковать. Если с вами, тогда да. Согласны? Ну, с вами интересно очень было бы. И мне с вами. А одеяло возьмете? Постараюсь найти, чтобы мы не замерзли. Ну, вот это зеленое в клеточку. Там и коричневое тоже было. Класс. Зеленое было в интернете, а в действительности было и коричнево, и зеленое. А, ясно. Берите два тогда, хорошо? Ну, что, мы под разными будем? Ну, посмотрим, как будут складываться отношения. Хорошо, Роман, держитесь. Хорошего настроения вам. И знайте, что вся команда вечера вся за вас. Вся вот просто. Очень приятно. Очень приятно. Держитесь на связи. До свидания. До свидания. Пока. Вот так. И в конце не дискуссионный вопрос, а моя искренняя просьба. Сходите на выборы. Не просыте шанс для себя и для своей страны. И правила пользования программой «Вечер» неизменно. Посмотрели выпуск, распространили его на своих ресурсах, подписались на наш канал и помогли нам донейтами. И проголосуйте как-то нормально. А то, что-то вы меня в прошлый раз как-то расстроили. Зачем с Юлькой так, а? Ушло 4 бутылки томянки, чтобы ее успокоить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин